Согласно данным аналитики ОНФ Совета Матерей, каждый десятый ребенок в нашей стране, который подвергается травле, молчит о своей проблеме. Мы говорим. Главное, чтобы не только нас услышали, но и прислушались. Это вечерний хэштег. Мы продолжаем. Ну и вновь к нашему разговору присоединяется Борис Альтшулер, председатель правления общественной организации «Право ребенка». Но вот новый законопроект предполагает штрафовать учебное заведение за непринятие мер по профилактике от 100 до 150 тысяч рублей. Это не маленькая сумма, а вообще штраф. Ощутимое наказание, на ваш взгляд? Наказание за что? За непринятие мер? А как опять возвращаемся к предыдущему, я считаю, что если будет написано, что школа, которая к такому-то времени не внедрила, как названному Дебайконе сроку, не внедрила в школьную службу примирения, действительно должна быть оштрафована на эти суммы. А слова непринятия мер, когда депутат сам не знает, о каких мерах идет речь, опять же, никак как словоблудие назвать нельзя. Спасибо. На связи со студией был Борис Альшуллер, председатель правления общественной организации «Право ребенка». Андрей Дарович, а что вы думаете по этому закону? Вот, ну, вы из образования, вы директор. Ну, таких директоров, как вы, я знаю по единицам, на самом деле. Там, Лидия Русакова, Наталья Фомичева, да, с теми, с кем я общался. И знаю их отношение к детям, да, и не только в кадре, так скажем. Вот сейчас вот эти вот карательные меры относительно, я вспомню одного директора, который сказал, я летом боюсь уходить в отпуск. Если что-то случится, виновата буду я за то, что они собрались за гаражами. И вот мы сейчас принимаем, как вы к этому относитесь, закон? Ну, это самый простой способ, давайте еще более ужесточим. Моя позиция заключается в том, что есть конвенция о правах ребенка, 19-я статья защищает, говорит о том, что государство защищает ребенка от всех форм насилия, абсолютно. Поэтому роль государства здесь должна быть. И если надо уточнить, в чем школа должна видеть травлю и как реагировать, ну, наверное, это правильно. Но меня настораживает другое. Мы все время уходим от родителей. Первые и главные защитники ребенка – родители. И это родители, которые вместе с ребенком, они должны почувствовать, они должны увидеть изменившееся состояние ребенка. Но не может он не реагировать, если что-то случилось неприятное. Юношеский максимализм. Мам, пап, что тебе от меня надо? Мне 14 лет, ты ко мне лезешь? Это как раз к тому, что, Максим абсолютно правильно говорит, родители должны включаться в защиту своего ребенка. Какую они защиту ему предложат? Вот это уже вопрос нашего с вами в том числе эфира. Вот у нас есть родительница, которая сейчас посредством комментариев в социальных сетях включается в защиту своего ребенка. Сейчас озвучу ситуацию, которая у нее произошла. Ребенок освобожден по состоянию здоровья от физкультуры, но всегда посещает урок, готовит доклады и так далее. Со стороны учителя он начал ставить два просто так. Ребенок отличник, руководство не решает ситуацию, а ребенок отказывается ходить на предмет. Помогите решить ситуацию, идти в департамент или куда. Это буллинг? Дайте мне, я скажу сам. Хорошо. Мы передадим контакты. Василина, ваша, Андрей Эдуардович, свяжется. Можно поспорить, да? Смотрите, если мы говорим о службах примирения в школе, я согласна, они должны быть. Это хороший механизм для примирения, для разрешения конфликтов. Но мы с вами только что говорили, что конфликт не есть буллинг, буллинг не есть конфликт. Вот как возможность организовать безопасную социальную среду, в том числе как один из механизмов, да, безусловно, действенно. Но если мы говорим про буллинг, то служба примирения здесь не работает, потому что у нас нету объекта вот этого конфликта. Цели-то совсем другие. Невозможно примирить человека, у которого цели меня унизить. Чего со мной примирять? На каком основании вы меня примиряете? Ну да. Максим, а вам ситуация? А если в школе есть служба примирения, но все равно случай произошел, как наказать, как оценивать? Вот я... Штраф? Вот есть, альтернатива, штраф 100-150 тысяч. Юрий Владимирович, хотел добавить. Да, я бы хотел добавить, поскольку тут тему затронули как раз то, чем мы занимаемся на профессиональной основе, и наш коллега из Москвы очень здорово сказал, что служба примирения должна быть ввесена в законодательном аспекте, тогда это начнет работать. Что касается конфликта, является это буллингом или нет, и вот мы как посредники работаем как раз на той стадии конфликта, и любой конфликт может быть разрешен только тогда, когда он по справедливости разрешен. Так вот, если мы не выясним, не установим какие-то причины этого всего, то конфликт не будет разрешен, он будет продолжаться. И в этой связи, вот как раз служба примирения, ну скажем, в Москве такая служба есть, городская служба примирения, вот если у нас это может быть развито вот таким образом, то в данном случае мы уже тогда сможем реально решать, я имею в виду решать, те, кто будут в этой службе находиться. Поскольку учителя, классные руководители не всегда могут владеть той ситуацией, как правильно разрешить эту ситуацию. Более того, они бывают без опыта, жизненного опыта. А вот, кстати, Максим, у вас недавно была программа по обучению учителей в борьбе с буллингом. Каких компетенций педагогам не хватает для того, чтобы эффективно решать вот такие вопросы? Ну, наши специалисты, которые мы их приглашали, они давали методологии, которые вообще воспитывали класс, чтобы такое антибуллинговое было вообще их состояние. Чтобы они не допускали, чтобы буллинг вообще случился в коллективе. И, как пример, недавно я общался также с активистами РДШ Тюменского района. И я задаю вопрос детям, школьникам. Я говорю, вот как решать, как выходить из ситуации, как сделать так, чтобы буллинга не было? И один из парней говорит, а у нас в школе мы придумали. Я говорю, так, как? Он говорит, младшие обращаются к старшим, и те разруливают ситуацию. Я говорю, кто эти люди? Они говорят, мы. То есть у вас хватает компетенций. И что вас слушали? Я спрашиваю, я говорю, вас как-то кто-то надоумил. Он говорит, нет, просто мы решили, что мы можем повлиять на других, и если такие ситуации есть, мы их сами разруливаем. Я говорю, вы там, а вы сами палку не перегибаете? Говорит, нет, мы как бы активные, мы позитивные и адекватные. Я такой, ну, респект вам, ребята. Андрей Витальевич, пожалуйста. Служба примирения, я бы их тоже не понял. Это медиатор, и, по сути дела, детям выступают в качестве медиатора. Это, наверное, хорошо, но даже вожатому нельзя некоторые проводить тренинги, потому что нужен психолог для разруливой ситуации. Конечно, это настолько тонкая грань. Это, знаете, из разряда на каждую силу существует еще большая сила. Вот это из этого разряда. Но это не есть разрешение ситуации с буллингом. Вот правильно Евгения говорила, что на школьной службе примирения можно разрешать конфликты, когда это еще не буллинг. Буллер-агрессор, у него цель единственная – унизить, оскорбить, и ему бесполезно. Ну, а что с ним делать? Исключать тогда из школы? Или самому ребенку жертве уходить? Знаете, в законе об образовании есть меры, которые, допустим, за нарушение каких-то правил школы. Может, а штрафовать родителей хорошо дальше, что ребенок… Замечание, выговор, отчисление. Ну, естественно, до такого доводить не хотелось бы. Здесь, во-первых, мы прекрасно знаем, что пока ребенку нет 16 лет, он сам ответственность не несет, и ответственные родители. И я опять возвращаюсь к родителям. Наверное, все-таки вот работа с родителями – это ключевое, что должно быть в противодействии любого рода конфликтам и агрессии в школе. Это первое. И второе, что школа, на уровне школы, в каждом классе должны приниматься внутренние школьные законы, законы противодействия агрессии. Это если педагог заинтересован не в галочках, которые в ЕГЭ поставят, а в том, чтобы воспитать человека. Не того, который принесет ему какие-то буковки 100%, 80%, а чтобы воспитать человека. А сейчас, на данный момент, не всегда это получается. Может, законодательно закрепить, может, положить. С другой стороны, вы знаете, когда, извините, когда я на прошлой неделе во втором классе по поводу конфликта была в одной из школ, я спрашиваю, сколько учеников в классе? Она говорит, 38. Ну, тяжело вы имейте в виду, что с таким количеством справится. У нас бывают случаи, когда учитель ведет и по два класса из-за нехватки педагогов. Ну, вот здесь, конечно, насколько ресурсов самого педагога хватает, чтобы увидеть, кто кого толкнул, кто кому книжку испортил. У нас программа уже подходит к концу. Самое время подвести итоги опроса, голосования в группе «Тюменское время» во Вконтакте. Напомним, нашим подписчикам мы задали вопрос, который звучал следующим образом. Кто, по вашему мнению, способен пресечь буллинг в школе? Меньше всего голосов получил вариант руководства. Руководство, родители, родители, на втором месте руководство школы, и учителя, и ученики, такие ответы разделились поровну. Как неожиданно, что все-таки на учеников, да, это все. У нас совсем мало времени, нас бы хотелось бы еще подключить Анастасию. Вы знаете, вместо, опять же, долгих рассуждений и попыток дать советы этим, чьи дети могут оказаться под давлением одноклассников или учителей, вместо пространных этих слов, про то, какие органы должны за этим следить, Задим вопрос нашей гости из нашей отдельной студии. Как сильно буллинг вообще в школе повлиял на твою жизнь, Анастасия? И как долго внутри, может быть, держалась обида? Если вот сегодня ты встретишь на улице человека из прошлого, вызовет ли у тебя это ненависть, негатив? Нет, конечно нет. Прошло уже много времени. Моя история закончилась тем, что меня просто перевели в другую школу. В другой школе я нашла настоящих друзей, я искренне полюбила школу. И, разумеется, я уже не держу зла на ту девушку. Спасибо большое, Анастасия. Спасибо большое всем гостям. Тема большая не хватает. Как всегда, времени не хватило. Вот кажется, что час это очень много, но часа это очень мало. И желательно, чтобы не только в эфире разговаривали, а вот родители собрались и поговорили. Мы готовы выступать перед родителями. Зовите нас на родительские собрания. Договорились. Вы знаете, в моей жизни тоже был буллинг. И по поводу, и без. Но ведь главное, что он не оставил в моей жизни ненависти. Ненависти тем, кому радостно было меня доводить и получать удовольствие. С кем-то из прошлого мы даже встречались спустя много лет. У меня даже бил. Некоторые просили прощения. Ну, мы вроде бы повзрослели. Но тогда жизнь казалась адом. Но вот сегодня рядом с детьми тоже есть взрослые, у которых тоже, возможно, были непростые школьные годы. Но они почему-то о них забывают. Забывают и жертвы, и мучители. Забывают и родители, и учителя. А ведь, как сегодня популярно говорить, в единстве мы силы. Их, может, просто стоит объединиться ради детей. Поговорить с ними, объяснить, что ненависть не самое лучшее чувство на планете. Это была программа «Вечерний хэштег». Дмитрий Чашков, Дарья Власова. До встречи в эфире.